Доброе утро! В эфире новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. Перейдем сразу к выпуску. К 75-летию победы в Барнауле установили памятный знак в честь Алексея Скурлатова. Алтайский солдат стал прообразом легендарного памятника воину-освободителю в болгарском городе Пловдиве. Монумент установили в начале Яблоневой аллеи на пересечении улиц Калинина и Профинтерна. Это вертикальная стела из черного камня. На лицевой стороне выгравировано изображение Пловдивского памятника воину-освободителю. Под ним неофициальное название памятника Алеша. В открытии памятника и возложении цветов приняли участие руководители Краевого центра, предприниматели, помогавшие в установке монумента. Я хочу поздравить всех ветеранов, всех тружеников тыла, всех жителей города Барнаула с великим праздником, с нашей великой победой. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи, счастья, любви и обязательно мирного неба. Барнаула принял участие во всероссийском патриотическом движении по облагораживанию территорию домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Один из участников войны, Ильинский Николай Николаевич, был узником фашистских концлагерей. Сегодня ему 94 года. В рамках акции «Вам, родные» планируется оказать помощь 645 выжившим в войне по муниципалитетам нашего региона. В честь некоторых из них посадят деревья и установят памятные таблички. Мы стараемся, конечно, здесь как можно больше усилий приложить, чтобы красиво и приятно было ветеранам выходить на территорию, где они проживают. Поэтому эта акция не однодневная. Мы планируем, что все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Алтайского края, территории, на которой они проживают, эта работа каждый год проводится системно. Обычные трамваи превратили в художественные полотна к 9 мая. Раскрашенный в тематике Дня Победы транспорт удивил и порадовал барнаульцев. Подробности в нашем сюжете. Эти арт-объекты на стальных колесных парах вышли на линию в День Победы 9 мая. Трамваи пяти популярных маршрутов города Барнаула с самого утра напомнили пассажирам и другим горожанам о том, что они и никто другой потомки народа-победителя в самой кровавой войне 20-го столетия. А создавалось праздничное настроение в стиле стрит-арт здесь, в цехах третьего трамвайного депо в рамках фестиваля уличной культуры «Токфест». Из 12 заявок организаторы выбрали пять лучших. Их оценивало жюри, в составе которого и профессиональные художники, и обычные барнаульцы. В первую очередь это эскиз, конечно же, совпадение с тематикой. У нас тематика – это 75-летие Победы. И профессионализм художников. У каждого из художников свое особое видение Великой Отечественной войны. Например, для Ивана Ильющенко она ассоциируется с песней «День Победы». Поэтому на его трамвае портреты автора слов и музыки – Владимир Харитонов и Давид Тухманов, а также его сын. Также здесь нарисован молодой человек. Это мой сын Степан. Мой сын Степан. И из него выливается музыка, которая в унисон рельсом, стук колес. У Кристины Ананьевой и Головиной ассоциации другие. Связаны с культовым советским фильмом Сергея Бондарчука «Они сражались за родину», где главную роль сыграл Василий Шукшин. Центральной темой здесь является любовь. Вообще сама фраза, на мой взгляд, очень такая концептуальная и актуальная и в наше время. Арт-трамваи курсируют по улицам столицы Алтайского края не только 9 мая. Праздничное настроение эти произведения и искусство на колесах будут поддерживать как минимум три года. На радость пешеходам, пассажирам. Я считаю, что это очень хорошо. Во-первых, приятно, что город все-таки заботится, помнит, тем более, если это идет к оформлению каким-то великим праздником. Поднимает настроение совершенно, потому что вышли, у нас праздничного настроения как такового не было, не ощущается вообще это. А так вот все-таки подъем какой-то происходит. Огромное спасибо тем, кто этим занимается. Просто сейчас стояли на остановке и думали, успеем мы, не успеем вообще сюда на трамвай. Вот успели, поехали. Очень красивый. Прямо сразу как-то настроение что-ли поднимается. Вот такой красивый, яркий. Организаторы акции надеются, что идея активного использования стрит-арта в городском пространстве придется по вкусу барнаульцам и гостям города. Тогда уличное искусство выльется на другие поверхности. Общественный транспорт, стены, ограждения, тротуары. Константин Ганов, Владислав Кириенко, Михаил Рифуншан, Сергей Балуев. Новости. И на этом наш утренний выпуск новостей завершен. С вами была я, Анастасия Борисова. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok